Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В следующие несколько минут мы продолжим рассуждение о том, в чем именно состоит разница между водительством Духом Святым и буквой Закона Божьего. Читаю из книги «Чисел» 9 главы 17 стиха. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией, они по указанию Господню отправлялись, и по указанию Господню останавливались. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Книга чисел, 9 глава, с 17 по 23 стихи. «Следуя призывам Духа Божьего, я не освобождаюсь от ответственности перед буквой закона. Отнюдь. Даже напротив, влечения Духа зовут меня значительно дальше минимума определяемого традицией. Я же, страшась воли Божьей, неизвестной для меня, иногда, как улитка, прячусь в раковину заповедей и традиций, соблюдая которые я уверенно обрету жизнь вечную. По большому счету, это все, чего я ищу. Как только исчезает угроза со стороны моих необузданных страстей, я удовлетворяюсь традицией вполне. Я вижу в ней спасение мое от мира, так же, наверное, как мой маленький попугай, находит свое избавление в клетке от разгоряченных, неуправляемых детей, готовых разобрать его на перышке. Так неужели мы призваны беречь традиции только для того, чтобы они, в свою очередь, спасли нас? Это спасение в резервации доказывает ничто иное, как наличие страха перед неизвестным и недоверие водительству Духом Божьим. Что же у нас остается в таком случае? Какие путевые знаки определят наше завтра? Традиции, предания, опыт предков. История становится единственной цитаделью, крепостью, могущей обеспечить нам уверенность и стабильность. Примечательным является и то, что в крепость традиций мы убегаем не столько от мира или от многообразия теологических точек зрения, как от Бога и Его воли. Именно Его суверенное господство вселяет наибольший страх. Неужели, Господи, мы и сегодня готовы предпочесть египетские котлы земле обетованной? Неужели мы опять не узнаем времени Твоего посещения? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире. Мысли из книги о кушении на высший суверенитет Субтитры создавал DimaTorzok